прошло два часа мне нужно покрывать вторым слоем опять мочу руки мульную воду беру палочку и выдавливаю силикон и наношу вторым слоем для уплотнения смачиваю мыльную воду и там же где я уже наносила до того же места до того же контура наношу второй слой трудно без пистолета конечно но покупать я его не хочу нужен так я нанесла второй слой направляю сушиться дальше так ну что значит продолжаем теперь мне нужно сделать каркасик вот я за пример взяла как пример вот эта куколка она мне как раз подходит по размеру и тем более буду вот тут вот наделала личиков которые у меня сохнут буду брать личико и и значит скрутила проволочки у меня проволочки прям остатки остатки вот разные никаких проволочек не нашлось а дома тело я взяла по сути можно было бы тело взять только вот как бы ее тело сколько я взяла побольше расчета о том что у меня будет голова еще тут крепится и возможно я еще тут вот закручу сделаю крючочек такой и это будет крючочек для того чтобы можно было подцепить как бы игрушку надо аж на что-то за что-то вешать вот такой вот неправильно я сделала у меня вот это вот какая-то проволока декоративная с другой стороны сначала прогнуть потом выгнуть в обратную сторону видно вам там не видно ну чтобы крючочек получился красивый вот вот такое ну и теперь намечаем где ножки ножки скрутила просто проволочку вот так вот и где-то вот здесь нужно ниже даже вот тут будут у меня ножки ничего там полу когда не держит придется ее тоже загнуть выхожу из положение из того что есть дома если у вас нормальная проволока есть то вам будет легче как то так все по крайней мере она держится так теперь таким образом ручки где-то здесь если у меня ножки тут ручки надо чуть пониже ручки таким словом и так надо как-то скрепить то место не ездила нужно подвешивать ручки не были сильно короткими ненормально короче накрутила тут что-то навертела в принципе если есть клей горячий клей пистолет можно прихватить чтобы она там нету двигалась не совалась а теперь что теперь нужно сделать объем я это буду делать из фольги хоть немножечко хоть немножечко чтобы меньше вата использовать и честно говоря она и в проволочке зафиксирует тоже надо будет делать немножко объем шеи для головы руки ноги и одну слову так вот наматываем делаем объем прижимаем замотающего она держала хорошо руки-ноги вместе сейчас еще на ножки одним словом вот так вот мотаю сейчас покажу ну вот такое вот кстати вот тут еще я согнула ножки может быть я и какие-то есть стопушки одену я вот так подумаю может на коньки поставлю там у меня будет танцовщица не знаю надо кстати вот на этом этапе нужно подумать потому что нужно ножки поставить правильно если я сделаю вот так смотрите как будто она отталкивается может так и сделаю и руки чуть-чуть вперед чуть-чуть вперед а другую вот так чуть-чуть вверх слушайте хорошая идея сделать танцовщицу на коньках правда? класс класс платье пышное дать в общем так и будет наверное так что теперь надо мне делать потом я буду как бы вату наращивать но я не знаю как вата ляжет на этот на фольгу вот я подумала что наверно мне нужно оплатать бинтиком сначала вот так как бинтик у меня широкий я его порежу на тоненькие кусочки на тоненькие полосочки потому что мне неудобно будет широким бинтом так обматывать это туловище а тоненьким будет удобно если тоненький бинтик есть это лучшее наверное еще на два раза может быть какой-то тоненькой тканью может быть марлей а может быть знаете видите когда есть уже использованные ну там простынь старая старая такая уже потертая поддеяльники старые вот что-то такое тоненькое хэбэшное тоже на полосочки можно нарезать я так думаю вот что нет можно вот и начну просто вот так умею делать заматывать 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 на руку перейду пока что я ничем не смазываю я только намотаю потом пройдусь заклеим пва разведенной с водичкой дальше одним словом понимаете о чем я говорю вот так вот заматаю заматаю сейчас его забинтую эту мумию не думаю что нужно какой-то там такой плотный слой толстый делать этого бинта для того только чтобы вата хорошо легла на фольгу так сейчас домотаю значит у меня вот здесь вот клей пава с водичкой разведенный нужно обмазать полностью разматывается полностью обмазать вот эту мумию кстати смотрите как идея елку конечно такой страшненькая не повешен вот хэллоуин например как идея нарисовать тут какие-то глазки намотать больше голову так хорошо хорошо пропитываю так чтобы бинтик пропитался и все это зафиксировалось а потому что мы что-то нигде ничего не завязываем никаких не узликов ничего как бы если больше можно было даже и окунуть больше емкость может я кисточку другую возьму у меня такая побольше кисточка есть будет удобнее больше наноситься кстати я думала из бумаги такое но как бы объем сделать но из бумаги если я вот так вот сейчас промахливаю бумага промокнет и может деформироваться и уже такого ну такой формы не будет с бумагой можно нужно как-то осторожнее наверное работать тут может быть тоненькими слоями наносить давайте высохнуть потом опять наносить слоя а фольга ничего фольгу можно так уже большими слоями нанести большим таким количеством этого клея и фольге ничего не будет ребята делаю я это первый раз как бы ну смотреть смотрела но перед тем как вот начинать это делать много пересмотрела видео разных что-то повторяю что-то свое придумали ну в общем а кстати вот за этот крючок удобно даже подвешивать и просушивать все отправляем сохнуть нашу мумию кстати пока сохнет каркас мумия наша я сделала оттиск зеркальца и вот здесь такие вот всякие финтиклюшки закаргуленки приклеила там что-то точечки понаставляла вроде как это обратная сторона зеркальца оно еще такое свежее вот и нашла в своих закромах вот такие штучки это вот такие зеркальца которые приклеивают на восточные костюмы вот и вот у меня такое вот получилось а смотрите я сюда на клей ПВА вклеила пил час настоящий зеркальце возможно мне пригодится для какой-то другой поделки вот ну как бы чтобы время не тратить я вот этим сейчас занялась вот и сейчас мне нужно будет как-то вот здесь оформить ну с этой стороны тоже хочется ее красиво сделать зеркальце потом я покрашу в бронзовый цвет это все это не будет зеленым вот и кому-то может быть в руку дам какой-то игрушки прикольно правда сейчас еще сюда что-то такое придумаю сделаю нашла такие вот бусинки бисер у меня как не ликвиды что ли можно сказать какие-то остатки может быть я их просто воткну не будет ли их нет они не держатся их надо клеить еще когда-то все высохнет я обклею бусинками на клей пистолет будет так неплохо смотреться со мной тоже будет закрашиваться вот такие будут загаркуль гуринки в общем не клеится так пусть сохнет все в общем не будет все 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 в общем не будет но нужно все